Брестская область начинает новую пятилетку с новым руководителем. На пост председателя областполкома утвержден Юрий Шулейко. Представил его депутатом глава администрации президента Игорь Сергеенко. Юрий Шулейко – уроженец Гродненщины, имеет достаточно большой послужной список. В его биографии руководящие посты на предприятиях, а также деятельность в органах государственной власти. С 2017 года Юрий Шулейко был помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Гомельской области. Теперь в должности губернатора перед ним новые вопросы и новые задачи. Планку Брестской области снижать нельзя. Нужно идти дальше, нужно развивать дальше сельское хозяйство, внедрять новые технологии в промышленности, инновационные подходы, внедрять больше. Развивать логистическую и туристическую привлекательность Брестского региона. Здесь тоже потенциал достаточно высок. Трудолюбивые люди, серьезные управленческие кадры, подготовленные кадры. Поэтому есть опора, есть с кем работать, есть на кого полагаться. И потенциал у Брестской области достаточно высокий. В торжественной обстановке новому губернатору региона было вручено удостоверение о его предшественнику Анатолию Лису. Именная благодарность президента Республики, учетная грамота область полкома и областного совета депутатов. В свою очередь Анатолий Лис поблагодарил коллектив за слаженную работу на протяжении всех лет его руководства. За этот период многое было сделано для того, чтобы и областной центр, и регионы, и Брестская область в целом стали такими, какими они являются сегодня. Это динамично развивающийся регион и комфортный для жизни людей. Благодарен кадрам Брестской области за то, что за это время, за 6 лет, мы всегда находили общие подходы. И действительно потенциал кадров в Брестской области, он очень высокий. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех вас за работу. Пожелать крепкого здоровья, удачи, успехов в реализации проектов, направленных на дальнейшее развитие Брестской области и нашей республики. Брестская область обладает большим потенциалом в разных отраслях. Сегодня важно придать им новый импульс для дальнейшего развития. Внедрение новых технологий на производствах, расширение сельскохозяйственных возможностей, поддержка туризма. Эти и многие другие задачи будут поставлены во главу угла в ближайшее время. Потенциал Брестской области, он не ограничен. Это могут быть повышенные успехи. И в селе, в том числе, конечно, промышленных предприятиях. Потому что каждый год или пятилетка, мы будем подводить итоги пятилетки, мы посмотрим. Есть определенный и существенный прирост в селе абсолютно, в промышленном потенциале. Но на этом останавливаться не нужно. Нужно сегодня абсолютно, чтобы наши люди хорошо зарабатывали, чтобы они могли тратить эти деньги, чтобы росло благосостояние нашей области, в том числе стране. Над этим мы будем параметрами работать все вместе. Используя свой опыт, мы будем смотреть на будущее наших промышленных предприятий, в том числе и частных, и государственных, и совместных предприятий. Здесь свободно развита, свободно экономическая зона. Поэтому потенциал, я думаю, есть, и есть над чем работать. Знакомство с регионом Юрий Шулейко начнет с крупных городов. В ближайшее время новый руководитель совершит рабочие поездки в Барановичи и Пинск.